Партия КПРФ обвинила премьера Владимира Путина в том, что он, пользуясь своим служебным положением, незаконно агитирует за Единую Россию. Премьер призывал голосовать за партию на ее съезде. Центрсберком уже заявил, что Путин ничего не нарушал. Он агитировал за партию в субботу, в свой выходной день, значит, был не при исполнении. Илья Васюнин разбирался, кто же в итоге прав. Илья. Коллеги, здравствуйте. Вадим Соловьев, он главный юрист КПРФ и депутат Госдумы, подал жалобу в ЦИК и генпрокурор Юрию Чайке. Действительно, он посчитал, что премьер-министр нарушал правила предвыборной агитации, когда на 24 сентября на связи с Единой Россией обращался к своим сторонникам. Тогда Путин с трибуны призывал голосовать за партию. Давайте послушаем, как это было. Я хочу обратиться ко всем, кто находится в этом зале, ко всем членам партии Единая Россия, ко всем нашим сторонникам. Хочу обратиться ко всем гражданам России, поддержать на выборах в Государственную Думу Единую Россию. Проголосовать за её кандидатов во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. АПЛОДИСМЕНТЫ Выступление показывали федеральные каналы, а тут прямое нарушение закона о выборах в Госдуму, считают юристы. Лицам, которые замещают государственные должности, запрещено агитировать СМИ на телеканалах и в периодической печати. Ну, если, конечно, они не кандидаты, которые прошли процедуру регистрации. Юрист потребовал предупредить премьера и телеканалы. В Центрозбиркоме уже отозвались на выступление КПРФ. Член ЦИК Майя Гришина уточнила, что запрос от партии к ним пока не поступал. Если поступит, мы будем внимательно изучать его и изучать все аргументы. В речи Путина нарушение Майя Гришина действительно не увидела. Путин не был при исполнении должностных обязанностей, уверена она. В частности, премьер выступал на съезде в выходной день, а значит, премьером временно не являлся. Путин говорил, как лидер партии, уверена она. Но вот эксперт Ассоциации «Голос» Андрей Бузин не согласен с такой трактовкой закона. Значит, он выступал, она говорит, как лидер партии. С таким же успехом она могла, например, сказать, что он выступал в данном случае как человек в печатье, правильно? Агитация лицам, занимающиеся, замещающим государственные должности или государственным служащим, в данном случае Путин замещает государственную должность, премьер-министр, им запрещено проводить агитацию с использованием должностного положения. Он именно как премьер-министр там выступал, и все знали, что он премьер-министр. Но тем временем президент Дмитрий Медведев, который, собственно, и возглавил избирательный список «Единой России», раскритиковал тех, кто жалуется на партию власти. Трудно не согласиться с тем, что лучшая агитация за партию – это результат. А те, кто болтают всякую сячину, они ведь ничего не сделали, пока заявил сегодня он. Спасибо. Илья Альева-Сюнин разбирался с тем, как может Путин и может ли агитировать за правящую партию. Спасибо.